Продолжение следует... 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 Может не давать плюс. В целом, например, по итогу недели эта позиция даст все-таки плюс. Андрей, по-моему, Дрюмин, или как там правильно читать, работает по этой стратегии, насколько я помню. Он может поделиться какими-то Дрюмин. Он может поделиться какими-то результатами, возможно. Потому что читок брюкает звук. Вряд ли он там сильно брюкает. Андрей, может у тебя, как всегда, со связью что-то? Вот, все. Сделал громче. Надеюсь, хуже не стало того, что сделал громче. Так, сегодня. Что мы сегодня разберем? Сегодня разберем торговую систему, которая основана только на одной линии. Я ее назвал «Линия дня». Родилась эта торговая система прямо на вебинаре. И эта линия дня похожа на линию тренда. Ну, по сути, даже не похожа на линию тренда. Это и есть линия тренда. Ну, просто я вам расскажу, как правильно построить эту линию для того, чтобы получить точку входа на покупку или на продажу. Рассказывать здесь особо много нечего. Поэтому я буквально сразу вам покажу точку входа, а потом мы посмотрим с вами рынок. Итак, для того, чтобы построить линию дня или линию тренда, вам необходимо зайти на период H1, то есть часовой период или таймфрейм. И выставить разделитель периодов. То есть, чтобы у вас было видно, где начало суток, где конец суток. Сейчас я сетку игру, и вы поймете, о чем я. Вот линии торговых сессий. Это начало торговой сессии, это завершение торговой сессии. Выставляется она кнопкой Ctrl Y. Либо же вы можете зайти в свойства, и там выставить разделитель периодов. Да, вот здесь показывает разделитель периодов. И у вас появится этот разделитель периодов. То есть, поставите галочку и все. После чего нам нужно находить минимальные или максимальные значения текущей торговой сессии, от которой уже нужно будет строить линию тренда. Для того, чтобы построить линию тренда, вы изначально ее берете и делаете ее как луч. То есть, в параметры заходите, ставите галочку. У нас было вот такое вот. Мы первые два квадратика привязываем к первой и второй точке. И третья точка где-то у нас там появляется. В итоге, что мы делаем? Сегодняшний день, к примеру. Где у нас минимальное значение и максимальное значение сегодняшнего дня? Вот минимальное значение, а вот максимальное значение. Для того, чтобы построить линию тренда снизу, нам необходимо две минимальные тори. Мы не можем здесь, вот в этом месте, построить вот такую линию тренда, потому что цена не отходила от этой линии тренда. Нам необходимо, чтобы был отрыв цены от линии тренда и потом повторный подход. Тогда образовывается точка. Поэтому вверх линию тренда мы здесь никак не можем построить точно так же, как и вниз. Первая точка есть, второй точки нет. Через свечку мы, естественно, не берем ничего. Поэтому я покажу вам на вчерашнем примере. Вчерашний день, где у нас был минимум? Вот он. Где был максимум? Вот он. Берем минимальное значение, уход цены, подход обратно. Получается второе минимальное значение, уход цены. Получается, что вот в этом месте мы бы построили линию тренда вот таким вот образом. Подход цены к линии тренда в третий раз. По сути, это первый раз мы ее построили, а это подход первый раз. Но факт у нас получается третье касание. Это есть то место, где необходимо открывать позицию. Если линия тренда была восходящая, значит, позицию необходимо открывать на покупку. Если линия тренда была нисходящая, то позицию необходимо открывать на продажу. Здесь мы видим, подход был, потом отскок где-то на 30 пунктов и потом только пробой. Работаем в рамках новой сессии. Хотя на самом деле стопик здесь можно ставить фиксировано 20 пунктов, а значит, take profit не менее 20 пунктов. Потом следующий день, предыдущий, опять-таки минимум, вот он, второй, вот он минимум. И, заметьте, точка входа не обязательно должна быть в тот день, когда мы построили линию тренда. Точка входа может быть через день, через два, через пять, неважно через сколько, она может быть через более длительный период времени. Поэтому здесь, смотрите, мы линию дня, линию тренда построили, но точка входа была только ночь, вот в этом месте, на покупку. При этом просадка составила бы всего лишь 14 пунктов, а прибыль максимум 36 пунктов. Далее, вниз, сверху вниз мы здесь не можем построить. И вот таким вот образом линию тренда строить ни в коем случае не рекомендуется, потому что две точки должны быть находиться в рамках одной торговой сессии. Здесь у нас одна точка, одна торговая сессия, а вторая точка уже другая торговая сессия. Поэтому здесь нельзя строить линию тренда. Далее смотрим, вот видите, первая точка есть, вторая оказывается внизу. Не работая сверху, невозможно построить линию тренда, тоже не работая. У нас вот в этом месте есть первая точка, вторая, вот она попадает, куда у нас вторая точка входа. И вот в этом месте у нас получается продажа. Здесь недобой был, недобой один пункт. По большому счету можно сказать, что вот это была продажа. Но даже если мы вот здесь заходим, посмотрев на вот это, ну в этом месте получили бы минус 20 пунктов. То есть это вполне нормальное явление для любой системы. В то же время здесь смотрим, линия тренда, дал бы точку входа на покупку вот в этом месте. Просадка максимум всего лишь 16 пунктов. По прибыли спокойно 20-25 пунктов вы могли забрать. То есть можно работать и получать энную прибыль. Итак, каждый постоянно находим какое-то минимальное значение. Здесь невозможно найти. Потому что минимальное значение вроде как есть, но в конкретной такой точке, вот она, на самом деле, где минимум. Откуда нужно строить, но здесь нельзя строить отсюда минимум. В этом месте можно построить горизонтальную линию. У нас нужно, чтобы был наклон. Горизонтальная линия не работает в нашем случае. Поверху мы тоже не можем построить. Здесь невозможно. То есть видите, не каждый день получается построить линию тренда. Здесь у нас, вот в этом месте, потом вторая точка была бы вот здесь. Даже если бы мы взяли вот эту, вторую точку, то продажа была бы вот в этом месте. И все равно получили бы плюс. То есть в конечном счете, как бы вы ни торговали по линии тренда, важно просто правильно построить эту линию и найти третье касание. Даже если бы вы построили ее вот таким вот образом, смотрите, вы бы подумали, что вторая точка здесь некий уход был и продали бы вот в этом месте. Ну, здесь, возможно, получили бы стоп, потому что просадка достигала бы почти размера 100, а только потом ушла бы в плюс 73 пункта. Так, что вы там пишете? Так, про фунт я еще вчера его продавал. Так, в позиции... Еще разок про стоп, сколько прослушал? Стоп, 20 пунктов, правильно Александр подметил. Так, на каком таймфрейме? Так, вы, наверное, пропустили таймфрейм, только период ошибки. При этом подходит абсолютно любая валютная пара. Вот, к примеру, пара фунт-доллар на сегодня. Что у нас можно здесь построить? Вот первая точка, однозначно вторая точка вот в этом месте. Соответственно, когда будет подход к этой линии, когда-нибудь он ведь будет, от нее можно будет продать. Это может быть сегодня, это может быть завтра, может быть послезавтра. Что вчера было? Вчера было вот это и вот это. Вот она. Вот здесь точка входа на покупку была. А если у нас 20 пунктов стоп, то take profit не менее 20 пунктов. Здесь цена проходила 35 пунктов. То есть все равно выходим на положительный результат. Далее, вот в этом месте, как построить, получается здесь построить. Еще смотрите, какой вариант я хочу вам показать. Это период H1, то есть период часовой. 60 минут. Еще момент, на который хочу обратить ваше внимание, это, вот я вам показал, что линии тренда по наклоням, но иногда при определенном наклоне линии можно ее пройти по максимальным значениям, чтобы найти точку разворота. Вы должны понять, что по тренду более безопасные точки входа идут против тренда, посложнее будут точки входа, то есть как-то не то, что более опасные, но потенциально могут оказаться убыточными. Каким образом это делается? Где вам показать? Ну вот, сейчас мы берем. Так как у нас здесь сверху есть линия тренда, можем построить вот таким вот образом. И в то же время у нас есть и точки внизу, по которым тоже можно построить, ну это уже не линия тренда, но линию, от которой можно сработать. И если бы цена здесь каким-то образом дотянулась до вот этой линии, то от нее можно было бы сработать противовес. То есть никаких противоречий вот этой линии у нас никогда здесь не будет. Единственное, что не всегда, конечно, цена добивает, но все это нужно делать в рамках одной торговой сессии. Вот эти сигналы более опасными будут. Редко цена будет доходить до них, потому что вы должны учитывать, что до этих сигналов цена гораздо реже будет доходить. И когда у них очень резкий скил, тогда меньше вероятность того, что цена станет до них. Ну вот в этом месте, вот один день, когда это сработало. То есть вот в этом месте, раз, два, три, и здесь работали бы в обратном направлении. Потом где-нибудь вот здесь, вот у нас, здесь слишком, здесь цена не отходила, то есть невозможно было бы поработать. А вот здесь можно было бы сработать, смотрите. Вот в этом месте, вот оно. И на продажу можно было бы сработать. То есть можно строить как по минимальным, так и по максимальным значениям. К примеру, по паре доллар-канада на текущий момент времени можно спокойно построить вот эту линию. И когда цена коснется этой линии, можно от нее будет сработать в обратном направлении. При этом желательно, чтобы касание этой линии происходило в этот же день, либо на следующий. Если гораздо-гораздо позже, уже потом когда-нибудь, то уже нежелательно. Хотя вряд ли цена уже потом будет доставать до этой линии. Потому что чем дальше цена отходит, тем ниже вероятность того, что она дойдет до этой линии. Вы видите, сами понимаете, что для того, чтобы коснуться вот этой линии, этой цене нужно проделать в несколько тысяч пунктов. Поэтому у вас точка входа либо будет, либо ее в принципе не будет. В отличие от линии тренда. Линию тренда цена всегда коснется. Какой бы угол наклона у нее не был, в конечном счете цена все равно ее коснется. А вот линия, которая идет сверху, ее коснутся, если сразу цена не коснулась, то впоследствии ее коснутся крайне-крайне тяжело. Так, закрылся 30... Теперь моменты входа. Здесь смотрите. Два варианта входа. Можно заходить в позицию при касании цены линии тренда. То есть, когда произошло касание, сразу же открывать позиции. Можно заходить тогда, когда цена коснулась и закрылась. То есть, получается, вот в этом месте будет. Тогда точка входа будет хуже. И нужно будет стопик ставить 20, а за линию тренда плюс 20 получается. То есть, у вас точка входа вот здесь вот. Линия тренда здесь. Получается 14 пунктов. И плюс еще 20. Нужно будет ставить стоп для того, чтобы выходить хоть какую-то прибыль или ставить правильный стоп. А мы просто при касании открывать. Тогда есть риск того, что может произойти пробой. Цена не вернется сразу, выбьет стоп. Но зато вы идете по самой лучшей цене. Но, если вы будете дождаться пробоя, и у вас цена пробила линию тренда, то уже заходить ни в коем случае не рекомендуется, естественно. То есть, ну вот, такая вот простая торговая система. Использовать, опять-таки, можно на абсолютно любой валютной паре. Вот давайте посмотрим, где что у нас есть интересного на текущий момент. Вот я несколько валютных пар выделил. К примеру, здесь доллар и иена. Точка входа на покупку получается. И точка входа на покупку у нас была, ну, где-то даже, можно сказать, либо на вот этой свечке, либо на вот этой свечке. Единственное, обратите внимание, что толщина линии должна быть не более второй толщины. Потому что чем толще линия, тем ближе кажется было касание. Поэтому первая, вторая толщина линии. Или ширина линии. Угол нет. Здесь угол в меньшей степени имеет значение. То есть, по углу не работаем. Ну, в этом месте, конечно, минимальное значение цены было вот здесь. И по-нормальному нужно линию тренда вот таким вот образом строить. Но нам мешает вот это вот минимум. Поэтому здесь партнер однозначно построить линию тренда. Австралия, доллар, к примеру, здесь, да, здесь угол наклона практически вертикальный. Поэтому вы здесь линию никаким образом не сможете построить. Просто потому, что цена не может уйти от этой линии. Для того, чтобы дать вторую точку входа. А, к примеру, здесь как можно строить линию тренда. Вот эту взять минимум. И получается... Нет, тут тоже не получилось. Потому что ухода не было. Если мы берем вот эту точку, то у нас здесь мешает. Эту точку невозможно сделать. Слишком близко получилось бы. Поэтому по австралийцу тоже. Видите, не каждый день получается построить эту линию тренда. То есть на сегодняшний день у нас есть только пара фунт-доллар. При касании тренда на продажу поработать можно. И пара евро-доллар. Давай посмотрим. Так, увеличим. Да, по паре евро-доллар можно вот эту линию построить. Вот она идет. И третье касание будет вот здесь. Буквально через 2-3 пункта. Когда произойдет касание, можно открыть позицию на покупку. При этом поставить стоп 20 пунктов. И профиль поставить тоже 20 пунктов. То есть вот одна валютная пара, на которой у нас может получиться сигнал. Предыдущие сигналы были вот он на покупку. И вчера, что у нас было, давайте посмотрим. Вот в этом месте. Так, здесь строить некуда было. Сверху была слишком вертикальная линия. Цена не уходила. Поэтому вчера никаких позиций по евро-доллару не было. То есть есть переходы только сегодня. Вот вот этого уровня. На 15-минутном периоде можно использовать. Но там нежелательно ее использовать. Можно, можно все делать. Но там у вас линия тренда, вот эта вот, она будет отличаться от той, которая на часовом периоде. Потому что на 15-минутке каждый точек, по которым можно построить. То есть здесь, смотрите, если взять евро-доллар, то мы, почему нет, имеем только одну линию. А так здесь, получается, можно было и вот таким вот образом построить. И уже получить некую... Но тут, конечно, стоп-профиты будут совсем другие. И здесь, к примеру, вот таким вот образом построить и открывать продажу вот в этом месте. То есть точки входа уже будут отличаться на 15-минутном периоде. Потому что здесь и вот эту линию тоже можно построить. Но стоп-профиты тоже, соответственно, будут отличаться. То есть вам тогда самостоятельно нужно будет подобрать размеры стопов, размеры профитов для этой системы на периоде М-15. Точно так можно и на периоде М-5 делать, разницы никакой нет. Уменьшается график. В рамках одной торговой сессии работаете. Получается, что в условиях тренда она будет вас засыпать просто прибылью. Вот первая, вторая, вот здесь точка входа. Скорректировали, вот здесь точка входа. Скорректировали, и у вас получается вот здесь входа так же, как на периоде H-1. Но в то же время много каких-нибудь ложных линий, которые непонятно как строить. Ну здесь вот так идет. Потом сюда нельзя строить. То есть надо минимум брать, от минимума строить линию. А здесь сверху таким вот образом будет. То есть вчерашний день даже на пятиминутке ничего не дал бы. То есть все было бы то же самое. Но по паре евро-доллар получается где-то вот здесь вот уже возникает сигнал на покупку. То есть можно поставить 20 пунктов на стоп и 20 пунктов на профит по паре евро-доллар. Вот такая торговая системка. Вопросы по ней есть? Абсолютно ничего сложного. Но обязательное условие. Первая точка это минимум торговой сессии. Либо максимум торговой сессии. Никакие серединные уровни не берем. То есть серединные точки ни в коем случае мы не берем. Это либо минимум торговой сессии, либо максимум торговой сессии. По-другому никак. На третьем касании открываем позицию. То есть первые две точки мы ищем. Третье касание. Ну пока еще его здесь не было. Но на третьем касании открываем позицию на покупку. Здесь недобой, по-моему, один пункт был. Маленькая погрешность. То есть по идее можно даже открыть позицию на покупку. Но в любом случае точка входа на третьем касании. Хорошо. Давайте тогда сейчас посмотрим, что у нас есть интересного на рынке. И где что можно открыть. Так, кстати, вот внешний день. У нас по паре евро фунт произошел пробой. И, по-моему, даже произошла отработка. Нет, не евро фунт. Какая-то валютная пара. Сейчас смотрел. Доллар франк, что ли? Да, доллар франк. Вот он внешний день. Вот он пробой. Но здесь смотрите, каким образом все это дело произошло. Пробой произошел вот в этом месте. Аковой коридор, то есть стадия накопления была внизу. Поэтому вероятность продлиться достаточно большое движение была низкая. Потому что ЭР был выработан практически нечисто. Потому что цена была сколько? 64 пункта. Сколько там ей нужно было идти? ЭР у нее небольшой пары доллар франк. Потом необходимо было дождаться консолидации. Получился откат обратно. И только потом уже заходить в покупку. Это был внешний день. Но в то же время смотрите. Внешний день у нас есть и сегодня. И пробой опять-таки тоже на спину. И цена откатывает в обратном направлении. Поэтому доллар франк, по идее, можно взять на покупку. Но что бы я вам порекомендовал в этой ситуации? Сигнал на покупку у нас уже есть. Но я бы порекомендовал подождать и посмотреть, что будет происходить. Если цена сейчас откатит и не опустится ниже 99.15, а пойдет обратно наверх, то по вот этой цене уже на возврате можно будет открыть позицию на покупку. Поэтому здесь расклад следующий. Ждем пока цена опустится. Неизвестно до какого уровня. Но до какого бы она ни опустилась, нам важно, чтобы она не пробила вот этот минимум. Вот эту линию. Если она не пробивает эту линию, а возвращается обратно, то есть зеленая свеча появляется, если зеленая свечка появляется следующая, то вы дожидаетесь ее закрытия. Если эта свечка закроется, еще просвечея здесь внизу будет, то тогда уже в момент касания входите вот в этом месте. И вот в этом месте тогда можно будет заходить на покупку. Так, по золоту, а что там в ФРС, по золоту? По золоту тенденция в коридоре, то есть да, нужен какой-то катализатор для того, чтобы оно куда-нибудь двигнулось. Потенциально пока продажа по золоту. Но выход может произойти абсолютно куда угодно. Может как вверх произойти выход, так и вниз. Потому что из коридора, куда произойдет выход, предположить сложновато на самом деле. Можно угадать, но какую-то четкую схему действий, куда будет выход, сделать гораздо тяжелее. Так, иеновая пара. Иеновая пара вытворила. То есть вчера прогнозировала даже где-то с этого момента, более консервативную с этого момента. Но там походу какая-то новость вышла, потому что ночью было движение вверх. И перебили даже, практически достали до вот этого максимума. Поэтому здесь тренд, возможно, поменяется. На текущий момент времени пока ничего не понятно, куда может пойти цена. Возможно будет идти некая стадия накопления, и потом только можно будет определить, куда уже пойдет цена. По паре фунт-доллар, он находится в стадии накопления, то есть в стадии бокового коридора. И позиции на продажу от верхнего уровня, они все у вас были бы прибыльными. И также сохраняется тенденция на снижение в случае пробоя вот этого нижнего уровня. То есть если цена все-таки пробьет 30.78, тогда можно будет работать дальше на понижение. Если же не произойдет пробой, тогда будем смотреть. Но выход наверх отправим позицию на покупку только на откат. То есть дожидаемся момента, и только тогда работаем. Если этого не будет, то не желательно открывать позицию. Тогда, если будет выход наверх, тогда потенциальный профит это 32.92. То есть вот туда будем работать. В коридоре сейчас, ну уже, уже, например, не рекомендовал бы работать сверху на продажу, снизу на покупку, потому что уже близко какой-то пробой. Скорее всего куда-то произойдет. Так, дальше. Кому какую валютную пару подсказать? Австралия доллар. Ну здесь от вот этого уровня еще можно было что-то заработать. То есть 50 пунктов был рост, но не закрепились выше. Сейчас цена вернулась обратно в коридор. Коридор стал более широким. То есть, как видите, коридор уже размылся до более широких масштабов. Поэтому здесь, опять-таки, нужно ждать очередного выхода в какую-нибудь сторону. То есть есть минимум, на котором подхватывают, и нечеткий максимум. То есть медведи здесь немножко дали слабинку, и цена вышла выше. Но когда она поднялась повыше, ее тут же вернули обратно, то есть указывает на то, что еще пока продавцы сильные. Поэтому сохраняется вероятность выхода вниз, все-таки, нежели наверх. бренда в медиату нефти. Поэтому не могу сказать здесь по нефти в текущий момент времени. И график-то я видел по нефти, по фьючерсу именно. И нисходящая тенденция, она на текущий момент времени пока имеет место быть, но постепенно уже притормаживается. Поэтому с позициями на продажу будьте немножко поосторожнее. Именно по нефти. Евроканада. Так, Евроканада. У нас, походу, есть кто-то, кто постоянно торгует Евроканаду. Так, смотрим, что здесь у нас происходит в целом картину. Боковик идет. Ярко выраженных каких-то сигналов не поступает на то, куда-то открыться. Вот сейчас, вот если краткосрочно взять, то тенденция поменялась больше на нисходящую тенденцию. То есть на понижение. Но понижение это от силы где-то до вот этого уровня. Где-то вот сюда. В дневном масштабе, 4-часовом масштабе, там никакой четкой картины нет. То есть пока может в боковике каком-то находиться. Вы имеете в виду поставки? Что там будет? Тут не столько мое мнение важно, сколько вы посмотрите в архиве инфляцию. То есть данные по инфляционным ожиданиям или данные по текущей инфляции, если там есть такие. Если инфляция поднималась за предыдущий месяц, например, или за позапредыдущий месяц, то высокая вероятность того, что ставку все-таки повысит. Если же инфляция оставалась на прежнем уровне, то зачем ее повышать? То есть основным драйвером роста учебной ставки является инфляция. Если она растет, тогда будут это делать. Если она не растет, ну вряд ли это будут делать японцы, ведь уже сколько лет не поднимают учетную ставку, потому что у них дефляция. Если они поднимут учетную ставку, она в двойном размере повысится, эта дефляция. Они так борются с ней. Поэтому вы, посмотрев новости по инфляции, вы сами поймете, что он, скорее всего, произойдет. У меня, например, сейчас на самом деле никакого видения того, что может произойти, нет. Но давайте посмотрим, что показывает график. Обычно индекс доллара – это валютная пара евро-доллар. У них корреляты сохраняются. По паре евро-доллар, что тут можно предположить? Здесь на самом деле тоже картина не очень ясная стала. После того, как вчера цена поднялась где-то вот к этому уровню, она уже начинает перебивать некоторые моменты понижения. То есть пока сохраняется тенденция на понижение, но проблема в том, что цена не опускается ниже вот этого уровня. Вот это плохо, что цена не может опуститься ниже 0.78. То есть это говорит о том, что здесь есть и покупатели, и в то же время вот этот уровень защищают продавцы. Поэтому для роста есть место где-то в 40 пунктов для падения мало места. Поэтому потенциально, конечно, указывать на рост. Именно на рост пары евро, значит падение доллара. Если у нас такое произойдет, значит ставку ставят без изменений. Потом по паре евро-доллар теоретически можно предположить, что ставку ставят без изменений. Хотя если посмотреть, вот например, давайте более крупный период, ну если мы возле поддержки находимся, на каком-то недельном графике получится, что двойное дно всего образовывается. Хотя нет, недельное дневное получается. Дневной период? Нет, даже на дневном не получается. Месячный? Нет, а бы что? А бы что? Здесь евро-доллар не указывает на какие-то конкретные действия. Недельный график, что вот недельное дно может получить цвет скок к уровню 1.1161. Вот где-то вот такая картинка. А там недельный график указывает лишь на стадию накопления какую-то, которая по конечному счете куда-то выстрелит. Куда? Бог его знает. Так, пожалуйста. Фунт йен. Там, где у нас Афрактаун? Сколько я помню, фунт йен и спред большой. Да, 8 пунктов. Афрактаун на 5-минутке, конечно, жестоко работать. Здесь, получается, продажа была там есть. Вот она. Сколько-то? 19 до минус 8. Итого получается всего 11 пунктов. Прибыль ни о чем. Спред большой для какой-то валютной пары. Пожалуйста. Покупки здесь только вот в этом месте. Вот они, где были покупки. 68. Спред большой. Для 5-минутного периода фунт йена это очень большой спред для нее. Для этой валютной пары. Ой, для этой торговой системы. Еще раз посмотрим. Другие валютные пары может быть где-то более четко по трендам образовало, чтобы понять, куда цена пойдет. Так. О, боже, что тут нарисовано. Ну, фунт доллара я вам сказал, что потенциально все-таки снижение остается. Так. Австралия, йена. Йеновые пары сейчас перебили картину, хотя те не бросали. Те не довольно высоко бросали. Нет, не стоит здесь засматриваться. Доллар Канада. Вот, 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 что у нас есть интересное. Смотрите, доллар Канада на дневном периоде выходит из садора. Поэтому подходы цены к уровню 30-30 это те места, откуда можно покупать. Вот это место, откуда можно пробовать покупки пары доллар Канада. Это в таком долгосрочном плане. Здесь на периоде H1 показывает, что коррекция может пройти вниз до этого уровня, от которого уже потом можно будет купить. Так что доллар Канада не текущий момент, а 30-27 варианты для покупки будут. По золоту пока давайте опустим. Может быть, что-то более логическое будет, более понятное будет. Здесь краткосрочно пока нисходящая тенденция, хотя в целом мы находимся все-таки в боковике. Поэтому пока мы из него никуда не вышли, будем наблюдать. Новозеландия доллар. Вот здесь картинка более красивая, которая указывает потенциально все-таки на покупку. То есть какой-то новоззлящий тренд, потому что смотрите, здесь у нас вот боковик, из которого мы выходили. Цена по сути вышла из этого боковика и подтвердила этот уровень. Поэтому я бы рекомендовал пару новозеландия доллар покупать выше отметки 70.50. Вот когда будет подниматься выше уровня 70.50, тогда можно будет открывать позиции на покупку. И ближайшая цель у нас будет вот этот уровень. Вот он 71.14. Потенциальная прибыль небольшая 60 пунктов. Так, по франку я вам сказал, что там потенциально покупка. Ага, франк сразу убегает у нас. Только мы об этом заговорили, он сразу убегать начал. Не расти. По линии тренда почем? На паре новозеландия доллар, на паре новозеландия доллар, здесь по линии тренда тоже будет позиция на покупку. Да, можно зайти по линии тренда, кстати. Даже сейчас у нас покупка. по линии тренда стоп нужно поставить 20 пунктов, а по этой схеме стоп у вас будет около 70 пунктов. То есть риск гораздо больше. Еврофунт. Так, храпталу сейчас уберем. На еврофунте в целом пока тенденция нисходящая начинается. И можно предположить, что будет наличие головы плечи вот этой. Но второе плечо растянуто. А в целом еврофунт больше за рост. да. Так, по зеландию дуору, по линии дня стоп 20 пунктов. А, если вы хотите брать по прогнозу в целом, который я вам сейчас рассказал, то есть на пробой вот этого максимума, тогда стоп нужно ставить вот в середину этого коридора. Середина коридора у нас идет вот здесь, вот, в нижней части. Вот, и стоп нужно ставить за эту линию. Тогда получается на стоп около 70 пунктов выходит. А так вы можете зайти по линии тренда, вы можете зайти на покупку вот в этом месте, поставить 20 пунктов на стоп, и может быть повезет, цена сразу пойдет вверх, тогда здесь не нужно будет заходить, и не нужно выставлять такой большой стоп уже. Что в этом месте уже будет и в плюсе, и можно будет поставить стоп без убыток просто и все. Так, еще кому какую валютную пару подсказать? Евро, иена вроде как продажа. Кстати, по евро, иене по-моему у нас нет. Все стоящие сюда наоборот. То здесь от которого цена отскочила наверх, поэтому здесь вряд ли какая-то продажа будет. Здесь скорее рост к уровню 118.06. Если у нас евро, иена пойдет к 118.06, это говорит о том, что пара евро, доллар тоже должна вырасти. Соответственно получается, что у нас новости по фонг должны остаться без изменений. Ну да. Канада, иена сейчас там отработана идея, которая была на парене потом ночью пили этими новостями Канады иену. Но в целом, да, Канада иена, а вот, Канада иена на продажу указывает, то есть, вот она поддравит, где-то к этому уровню, оттуда, заново, очередная волна нападения пойдет. но в текущего текущего здесь никаких вариантов на вход у нас нет. Вы поймите, что после того, что произошло вот здесь, вот, это говорит о том, что все, все покупки, на продаже, они уже здесь все повыгодили. надо, чтобы опять созрело какое-то движение, потому что вот здесь была хорошая продажа, те, кто продавали, уже закрыли свои позиции, здесь была хорошая покупка, те, кто покупали, вот в этом месте могли закрыть свои позиции. Теперь нужно опять, чтобы возникла борьба быков и медведей, и чтобы кто-то из них проиграл, кто-то из них победил. Когда мы будем видеть победителя, тогда мы встанем на сторону победителя, тоже заработаем на этом. По Канаде и Йень в момент времени уже был определен частичный победитель, и мы немножко прокатились на этом движении. Сейчас опять стадия накопления, то есть нужно подождать для того, чтобы понять, что будет дальше происходить. Поэтому сейчас пока здесь прогноз задавать рановато, мне кажется. Это главная тенденция в нежели на рост. вопросов. Хорошо, тогда, если больше вопросов нет, то на сегодня мы с вами уже можем заканчивать наш вебинар и услышимся с вами уже завтра. Всем спасибо за внимание, хороших вам трейдов и до завтра. Всем пока. Продолжение следует...